всем привет уважаемые рыболовы рад поприветствовать вас на канале спиннингист 38 и сегодняшнее видео будет посвящено обзору воблера от рыболовного бренда компании цуёки речь сегодня пойдет вот о таком некрупном вобле ручки это фугас ssr в размере 36 миллиметров версия плавучести плавающих данная приманка должна на мой взгляд неплохо подойти для ловли нашего летнего хищника той же щуки летом в период когда очень большое обилие корма то есть мелкой рыбы и того же окуня также попробуем данную приманку при ловле ленка и тайменя на наших реках то есть будут отчеты письменные в контакте в instagram а также видео постараюсь поснимать максимально и опробовать данные приманки на различных режимах проводки приманка небольшая поэтому имеет кстати небольшое заглубление небольшой вес и соответственно подойдет хорошо для ловли именно с берега береговые рыбалки в этом сезоне у меня в принципе на реках запланированы надеюсь все получится и пойдет по плану ну а сейчас давайте откроем данный воблерок посмотрим насколько хорошо и качественно он выполнен ну и в течение летнего сезона протестируем уже непосредственно на водоеме данный воблерок упакован стандартный пластиковый контейнер то есть это жесткий прозрачный пластиковый каркас в котором находится непосредственно наш воблер воблерочек находится внутри каркаса в специальном контейнере который превозвращает его повреждения при транспортировке воблер не болтается то есть все закреплено и выполнено очень качественно данная приманка произведена компанией циоки серия фугас ssr 36f данная приманка небольшого размера 36 миллиметров и выполнена версии плавающей вес приманки 3,3 грамма глубина рабочая проводки от 0,1 до 0,4 метров соответственно данный диапазон глубин позволяет использовать эту приманку при ловле хищника с берега что в принципе я и буду делать приманка по себе по форме это не что иное как крэнк давайте достанем то есть все вытаскивается стандартно очень хорошо и качественно видите приманка помещена внутри контейнера выполнен как раз под размер то есть приманка крючками не повреждается крючки приманок от компании циоки несмотря на бюджетность они являются овнерами то есть это довольно таки дорогостоящие крючки очень высокого качества приманка как уже сказал по форме крэнк то есть такая широкая головной части и сужаешься к хвостику соответственно сбоку приманка тоже выполнена в виде объемного малька то есть такие приманки хорошо держат струю крэнки практически все отлично работают на струе подходят для ловли рыбы как стоячих водоемах так и на умеренном течении сверхбыстрое течение многие крынки тоже держат но далеко не всем проверим насколько хорошо и качественно она будет держать струю уже непосредственно водоеме крючочки подобраны правильно то есть они не большого размера присутствует вот небольшой возможно небольшой перехлёст при забросах но посмотрим насколько это будет часто встречаться если будут перехлёсты то заменим крючочки на двойники или одинарники принципе одинарные и двойные крючки вполне себе неплохо и результативно секунд рэб сами по себе крючочки подобраны правильно то есть они по размеру соответствует размеру приманочки на спинке указано что это приманка произведена компанией цуюки на брюшке серия указан фугас ssr 36f мелководный воблер вот здесь на брюшке имеется такой горизонтальный как бы срез то есть выполнено это думаю специально для того чтобы приманочка стабильно работала на течение в передней части имеется петелька с заводным колечком заводное колечко как я уже говорил не раз я не снимаю поэтому вы ловить именно с ним лопатка довольно таки внушительная и имеет большую площадь такая ромбовидная по форме расположена к телу приманки под углом где-то 56-60 градусов то есть довольно таки большой угол относительно продольной оси приманки выполнена такой реалистичной форме кстати мне вот эта раскрасочка понравилась тем что она напоминает по внешнему виду нашего бычка под каменщика и раскраска и сама по себе форма вот этой приманочки у нас ленок и таймень и очень часто окунь ловят именно бычка и питается летом бычком вплоть до самой зимы и соответственно такая приманка должна на мой взгляд очень хорошо приманивать именно вот этих хищников которые охотятся на течение соответственно интересная такая под форель расцветка и форма приманки давайте сейчас замерим длину приманочки она соответствует тому что за ее производитель то есть 36 37 миллиметров вместе с петельками сам по себе воблер небольшой сейчас сверим его массу производитель указал что вес приманки 3,3 грамма на моих весах показывает 3,4 грамма соответственно это говорит о хорошем качестве исполнения вес приманки соответствует весу непосредственно тому который за его производитель вот 3,3-2 грамма ну отклонения очень незначительные соответственно качество на мой взгляд исполнение очень хорошее данный воблер потестируем на реках при ловле вдоль участков граничащих со стоячей водой и течением на таких участках очень часто дно очень сильно закоряжено на мелководном участке прилегающим к струе течение обычно замедляется и соответственно в этом месте большое отложение ила и в этом самом отложении ила часто лежат бревна эти бревна торчат обычно сторону течения часть ила смывается струей и как раз здесь скапливается очень большое количество хищника такой воблер позволит облавливать данные участки очень хорошо соответственно небольшое заглубление приманки и ее такая интересная расцветка позволит выманить думаю хороших хищников на поклевку будет это так или нет уже проверим непосредственно в сезоне 2022 года который совсем скоро наступит ну а кому интересно насколько хорошо и уловисто данная приманка подписывайтесь на канал смотрите мои видео всем удачи и до скорых встреч всем пока